Это программа «Территория закона». Вот о чем расскажем сегодня. Один погибший и двое пострадавших. На территории бывшего завода «Химволокно» произошло отравление трех работников. Два ДТП на Солочинском мосту. Один погибший, несколько пострадавших и последствия для автомобилистов. Не дала денег на алкоголь. Рязанец упил свою мать из-за такого отказа. Вечером 20 августа произошло отравление трех работников на территории бывшего завода «Химволокно». Один из пострадавших, 93-го года рождения, скончался на месте происшествия. Двое других госпитализированы. Подробности расскажем далее. По предварительным данным, мужчины выполняли работы на территории бывшего завода «Химволокно» по очистке емкостного хранилища от остатков нефтепродуктов. 26-летнего рабочего спасти не удалось. Он скончался на месте. По данным регионального Минздрава, двое других молодых людей получили отравление углеводородами. После необходимой терапии один пациент был отпущен домой, второму проводятся реанимационные мероприятия. Он находится в сознании в стабильно тяжелом состоянии. По данному факту, Железнодорожным межрайонным следственным отделом города Рязань, Следственного управления по Рязанской области, проводится доследственная проверка, которая направлена на установление всех обстоятельств произошедшей трагедии. Оба пострадавших являются уроженцами Средней Азии. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Следствию также предстоит дать юридическую оценку действиям лиц, которые ответственны за обеспечение безопасности при проводимых работах на предмет наличия в их действиях признаков состава преступления. По результатам проверки будет принято законное и обоснованное процессуальное решение. Не исключено, что будет заведено уголовное дело. Олеся Котровская, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Несколько слов о другом происшествии, которое произошло в Рязани в минувшие выходные. На Солочинском мосту произошло сразу два ДТП и есть погибшие. На Солочинском мосту поставили ограничивающую скорость знаки до 50 км в час и предупреждающую табличку «Аварийный участок дороги». Я думаю, что если это поможет предотвратить дальнейшие такие аварии, то, конечно, и ограничение скорости уместно, конечно же, и видеонаблюдение уместно, и другие меры безопасности, которые не допустят подобных вещей в дальнейшем. На прошедшей конференции губернатор отметил, что покрытие нуждается в изменениях на Солочинском мосту. На данный момент специалисты решают, какую технологию будет лучше здесь применить. Выводы тоже были сделаны, вы знаете, определенные из данной работы. Сейчас пока специалисты не могут найти приемлемые технологии для того, чтобы это поправить. Просто так нанести асфальт – это не даст ничего. А то через три года придется ремонтировать стыки вновь. Там нужна серьезная работа, серьезные изменения. Поэтому сейчас пока они еще и не ведутся до сих пор, потому что выбор не сделан. Необходимость в установке знаков, ограничивающих скорость и предупреждающей таблички аварийный участок дороги появилась после массовых ДТП. В один день здесь произошло сразу две аварии. В одном ДТП столкнулись три автомобиля, пять человек пострадали. В другом столкнулись сразу пять машин, погиб один человек и пострадали восемь. 17 августа в 15.25 в городе Рязани на 69-м километре автодороги Спасклепики-Рязань по предварительным данным произошло столкновение автомобилей. «Опель Вектора» под управлением 49-летнего рязанца, «Лада Калина» под управлением 58-летнего мужчины, «Киа Рио» под управлением 33-летнего жителя областного центра, «Фольксваген Амарок» под управлением 33-летнего водителя, «Датсун Вондо» под управлением 51-летнего жителя Рязанской области. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля «Киа Рио» погиб. В дорожно-транспортном происшествии также пострадало два пассажира автомобиля «Киа Рио» в возрасте 30 и 10 лет, водитель и одна пассажирка автомобиля «Опель Вектора» в возрасте 44 лет, водитель и трое пассажиров автомобиля «Лада Калина» 62, 44 и 3 лет. На данный момент возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств», повлекшее по неосторожности смерть человека. «В соответствующей организации нами направлены рекомендации с установкой дорожных знаков о снижении скорости на данном участке дороги». Вторая авария на Солочинском мосту произошла также 17 августа, но уже вечером в 21.15 на 69-м километре автодороги «Спас-Клепики-Рязань». По предварительным данным произошло столкновение автомобилей BMW 528 под управлением 23-летнего жителя города Рязани и Hyundai Solaris, за рулем которого была 45-летняя «Рязанка». В результате ДТП оба водителя, а также три пассажира автомобиля Hyundai Solaris в возрасте 12, 68 и 70 лет доставлены в медицинское учреждение. «В результате субботнего резонанса ДТП, даже двух ДТП, которые произошли на Солочинском мосту, в областную клиническую больницу, в трамцентр первым было доставлено с первой аварии семь пострадавших, из которых двое было госпитализировано, и со второй аварии было доставлено четверо пострадавших, из которых трое было госпитализировано. В настоящий момент областную клиническую больницу продолжает лечение пятеро пострадавших, из которых состояние двух расценивается как крайне тяжелое». На данный момент по факту происшествия проводится проверка. Все обстоятельства уточняются. Мы будем следить за развитием ситуации. Олеся Котровская, Игорь Глотов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Теперь о других событиях. Избил мать за отказ дать денег на спиртное. Дела преступления, которые совершил рязанец в апреле текущего года, переданы в суд. Теперь им предстоит решить судьбу человека, который лишил жизни своего близкого. Трагедия произошла вечером 11 апреля 2019 года. По материалам следствия, на своей квартире мать и сын распивали алкогольные напитки. Вскоре к ним присоединились две знакомые. Алкоголь быстро заканчивался и нужно было купить еще. Сын, находясь в состоянии алкогольного опьянения, потребовал у своей матери денежные средства на приобретение спиртного. Последний ему отказал в его просьбе. На что сын, испытывая личные неприязненные отношения, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанес ей множественные удары по голове, туловищу и конечностям, в результате которых через непродолжительное время мать скончалась. В ходе следствия мужчина рассказал, что нанес своей 57-летней матери около 20 ударов. Она почти не сопротивлялась. У женщины была травма позвоночника и она плохо передвигалась. В голове раз в пять, наверное, вот так вот я убил. Потом она чуть, по-моему, да, чуть прикрылась и я начал ее бить по туловищу, раз в 15 уже. И в живот вот долбил и по ребрам, и так, возможно, и по руке попадал. Вас кто-то просил прекратить ваши действия, не бить мать? Я сам, потому что пошел, затерегали закрывать дверь. Спустя некоторое время мужчина вместе с одной из знакомых отправился спать. Ночью вызвали женщине скорую, решили, что ей плохо. Приехавшие медработники констатировали смерть и попросили мужчину дождаться сотрудников полиции. В настоящий момент в отношении 29-летнего мужчины возбуждено уголовное дело под части 4 статьи 111 Уголовного кодекса Российской Федерации. Это умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего. Наказание по этой статье предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет. Материалы переданы в суд. Другое убийство могло произойти в одном из рязанских жилых домов. Здесь сожитель нанес женщине 5 ножевых ударов, один из которых пришелся в шею. А кровавленная женщина выбежала из квартиры в подъезд. Обо всем по порядку, расскажем далее. Как и большинство преступлений, это произошло в ходе распития спиртных напитков. Двое сожителей, мужчина и женщина, а также их общая знакомая, начали ссору. Что, это орал прямо на меня, я с ним лгался, потом с нас залетел, начал мне помочь долбить. Нож в какой руке у нее был? Правая. Правая рука, нож, держите его. Что, я выкрутил? Как выкручивали, показываете? Показываете. Показываете. Уверну. Как показываете? Так, выкрутил. Дальше что? Дальше на носу, да. Спасти женщине удалось только благодаря общей знакомой. В это время в квартире находилась знакомая сожительница, которая оттолкнула сожителя с ножом, в связи с чем сожительница смогла выбежать на лестничную площадку и позвать на помощь. Однако, чуть позже, женщина изменила свои показания. Обвиняемого она простила, у них общий ребенок. Но показания потерпевшей и свидетельницы, а также судебная экспертиза подтвердили первоначальную версию, и уголовное дело не было переквалифицировано. Стоит отметить, что и сам обвиняемый неоднократно привлекался к уголовной ответственности, да и на мужчине была непогашенная судимость. По данному уголовному делу, обвиняемый изначально не признавал свою вину, выстраивал версию своей непричастности к инкриминируемому деянию. Однако, следственными органами был собрана достаточно доказательная база, в связи с чем уголовное дело было направлено прокурору для утверждения обительного заключения, а потом в осле в суд. Санкции статьи предусматривают лишение свободы на срок до 15 лет включительно. От тяжких преступлений к менее тяжким. В Рязанской области преступник попустился на святое. Полицейские задержали злоумышленника, которого подозревают в краже ювелирных украшений из храма Солочинского монастыря. В полицию обратился представитель Солочинского женского монастыря Рождества Богородицы. Он сообщил, что с иконы были похищены пожертвования верующих, ювелирные украшения, даренные золотые колечки, висевшие на окладе иконы перед образом Богородицы. В дежурную часть МВД России по Советскому району города Рязани поступило сообщение по факту хищения имущества из храма на территории Солочинского монастыря. На место незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. В ходе осмотра места происшествия было установлено, что с иконы были похищены изделия, имеющие ценность для храма. Полицейские опросили служителей и посетителей храма. Эксперт-криминалист осмотрела храм и икону, с которой были похищены пожертвования. Также оперативники уголовного розыска проанализировали записи с камер видеонаблюдения, которые были установлены на территории монастыря. На видеозаписи полицейским удалось определить мужчину причастного к краже. Оперативники узнали 22-летнего жителя района, который ранее уже попадал в поле зрения правоохранительных органов. Полицейские начали розыск злоумышленника и выяснили, что он уехал на заработки в соседнюю область. Злоумышленника разыскали и задержали. По предварительной информации, мужчина при посещении храма, выбрав подходящий момент, когда его никто не видит, снял с оклада иконы пожертвования, а затем сбыл их, как лом золота. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье кража. Санкции по статье предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. Другое преступление произошло в Касимове. Здесь глава поселения фиктивно устроила родственника, а деньги получала сама. Уголовное дело возбудили в отношении главы одного из сельских поселений Касимовского района. Женщина подозревается в служебном подлоге. По данным следствия, в 2017 году она фиктивно трудоустроила своего знакомого сразу на две должности в возглавляемой ей администрации – работника военно-учетного стола и оператора газовой котельной. При этом все обязанности выполняла сама. В период с сентября 2017 года по январь 2019 года глава сельского поселения составляла на указанного работника бухгалтерские документы с фиксацией в них недостоверных сведений. Начисленную ему заработную плату в размере более 100 тысяч рублей глава сельского поселения получала сама. Сейчас проводятся необходимые следственные действия, которые направлены на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается. Далее в программе рубрика «Комментарий экспертов». В ней пойдет речь о трудоустройстве на службу в Следственный комитет. Оксана Николаевна, Следственный комитет – это орган власти на государственном уровне. И, конечно же, многие юноши и девушки стремятся попасть на работу в такое ведомство. Как же к вам трудоустроиться и какие для этого есть особые условия? В соответствии с федеральным законом о Следственном комитете Российской Федерации на службу в органы Следственного комитета могут быть приняты граждане Российской Федерации, имеющие высшее юридическое образование по своим профессиональным и моральным качествам, а также состоянию здоровья, способные исполнять возлагаемые на них служебные обязанности. Решение о приеме на службу или зачислении в кадровый резерв на трудоустройство принимается в специальной комиссии Следственного управления. Такому решению предшествует большая работа по углубленному изучению качеств кандидата. Обязательно прохождение психофизиологического исследования с использованием полиграфа, психологическое тестирование, тестирование на знание норм законодательства, уголовного, уголовно-процессуального, криминалистики, беседа с кандидатом обязательно в кадровой службе, а также в других подразделениях Следственного управления. Кому больше отдается предпочтение? Уже опытным соискателям на должность в Следственном комитете или бывшим студентам? Конечно, предпочтение отдается сотрудникам, имеющим опыт следственной работы. Но этот опыт можно получить не только, проходя службу в других правоохранительных органах, но и непосредственно у нас. Юношей, девушек, студентов юридических вузов города Рязани мы с третьего курса приглашаем для работы общественными помощниками следователя. Цель этой деятельности общественного помощника следователя научить именно практической работе следователя. Общественные помощники выезжают совместно со следователем на места происшествия, участвуют при проведении следственных действий, составляют проекты процессуальных документов, показавших себя с лучшей стороны, мы берем на службу в органы Следственного комитета. Стать общественным помощником – это, наверное, такой самый короткий путь, да, чтобы попасть в последствии на работу? Да, многие студенты юридических вузов выбирают такой путь, и даже молодые люди, которые у нас являлись общественными помощниками, после окончания вуза пошли служить в армию, и после армии возвращаются к нам, мы помним их, они с удовольствием приходят, мы с удовольствием принимаем на службу. Мы работаем с вузами города Рязани, с юридическими вузами, также в системе Следственного комитета есть ведомственные высшеучебные заведения, это две академии – Московская академия Следственного комитета и Санкт-Петербургская академия Следственного комитета. В этих вузах готовят непосредственно следователей. И вот первый раз в этом году три выпускника Московской академии Следственного комитета пришли к нам на службу в органы Следственного комитета в Следственном управлении Паризанской области. Спасибо вам, Оксана Николаевна, я уверена, что желающих работать в вашем ведомстве немало, а после такой подробной инструкции они теперь точно знают, как это сделать. Это была программа «Территория закона». Увидимся через неделю. Будьте внимательны и осторожны.